На языке тишины. Авторы из 19 стран мира, с четырёх континентов. Поэты, прозаики, эссеисты объединены одним. Все они, и те, кто видит, и слышит, и те, кто нет, пишут о потере зрения и слуха. Фонд соединения собирает первую в мире антологию текстов о слепоглухоте. Цель проекта — собрать максимально большой корпус текстов о слепоглухоте и слепоглухих людях. А в конечном счёте — привлечь внимание к слепоглухим и их потребностям. Сегодня в проекте «На языке тишины» представлены работы 125 авторов и переводчиков. Эти тексты невозможно читать без внутренней дрожи и глубокого сочувствия. Спать пора, Аннушка. Я не глухой. Я просто всему шару земному приказал подключить на время эту сумасшедшую музыку. Слепоглухоту я не представляю похожей на абсолютную темноту. Наоборот, похожей на абсолютный свет. Свет всепоглощающий, обжигающий, безграничный, всеобъемлющий. Мы думаем, что называем вещи своими именами, но вот раскол. Наши имена всегда отличаются. Я позову тебя, назову тебя твоим именем, а ты не в силах услышать, не услышишь. Полтора года я лишилась слуха, либо из-за прививки, либо после перенесённого гриппа с осложнениями. Семь лет после операции на глазу потеряла зрение. Но сейчас мне хорошо быть слепоглухой. Живу, опираясь на чувства, осязание, обоняние, интуицию. Слепоглухота – ключ к неприступным мирам, инструмент, помогающий осознать не только себя, но и понять смысл жизни. О проекте писали многие социальные СМИ. Филантроп, Московская благотворительность, Агентство социальной информации и другие. Тексты о слепоглухоте на нашей странице уже прочли несколько тысяч человек. В мае 2021 года проект «На языке тишины» выиграл бронзу премии «Серебряный Меркурий». Проект «На языке тишины» фонда поддержки слепоглухих соединений. По итогам проекта фонд соединения готовят антологию «Я – тишина». Тишина иногда звучит так громко, что её слышат сразу на всём земном шаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова